Александр Михайлович Дерябин, президент компании Виватон, академик семи академий мира. Спасибо, Александр Михайлович, я вам слово. Как вообще нам оздоровить человека, профилактический образ жизни, что надо для этого сделать и каким образом должен человек себя вести в этом мире, от чего отказаться, от чего воздержаться, мужчины, женщины и так далее. Как говорил Караваев, профилактика, в общем, залог здоровья. Да, ну, во-первых, я хочу начать с того, что я сторонник того, чтобы всегда готовить матерей и отцов, чтобы это была все-таки семья. И чтобы перед тем, как они запланировали, чтобы были все-таки роды планированные. Да, планированные, чтобы были роды. И вот если будут планированные роды, если будут мама и папа будущие готовиться к рождению своего потомства, я думаю, что это сделает наш народ более здоровым, более выносливым и более созидательным. Потому что, к несчастью, когда рождаются больные дети, чаще всего они становятся разрушителями, а не созидателями. И вот это вот основа основ, это фундамент всего. Я хочу, чтобы сегодня люди поняли, что мы как раз этим и занимаемся. Мы занимаемся тем, чтобы приходят к нам молодые мужчины и женщины, даже не всегда бывают они мужем и женой, просто как бы встречаются или живут в гражданском браке. Но все равно я им рассказываю, как нужно сделать так, чтобы они рожали здоровых детей, то есть готовились к родам. А для этого все просто. Нужно сначала, мы живем в таком обществе, где, к несчастью, очень много генномодифицированных продуктов, очень много, постоянно люди едят дрожжи, плесень, грибы, стафилококки, статококки, гонококки. Там все это то, что создает благодатную среду для вируса микроба и раковик лекции. И когда люди к нам приходят, обычно чаще всего у них нарушение, потрясающее нарушение обменных процессов. И мы тогда этих людей просим, чтобы это просто предлагаем, чтобы они сделали макро-микроэлементный состав. Это делается по волосам или по ногтям. Потому что то, что касается, они сдают нам, например, на микроэлементы по крови, я считаю, что это чистый обман. Вот, это мое мнение. Почему? Потому что в этом случае кровь меняется постоянно. И говорить о том, что можно по крови определить состав, я думаю, что это нереально и неразумно. Вот, поэтому мы сдаем волосы или ногти в институт-микроэлемент, государственный институт. И они там делают эти все анализы. И тогда я полностью прописываю, чего есть, чего пить, чего не есть, чего не пить. Чего прибавить, чего, наоборот, избавить человека от этого. И когда выравнивается вот этот микроэлементный состав, от него очень много зависит. Зависит от него полностью все то, что касается защитных функций организма и коррекции иммунной системы. И вот через коррекцию иммунной системы мы потихонечку выходим на защитные функции. И получаем те результаты, которые мы ожидаем. Вот, чаще всего. И вот когда мы так подготовили родителей будущих. Вот, ну не имеется в виду родитель один, родитель два. Я имею в виду женщину и мужчину. Вот, то я вам скажу, эти дети рождаются более здоровыми, несмотря на окружающую среду, чем те дети, которые не подготовлены. Поэтому вот нужно понимать вот этот вот весь механизм, значит, как подготовить родителей, а не просто гимнастику там делать или еще что-то. Какую бы ты гимнастику ни делал, если ты весь забит паразитами там всем остальным, и как бы ты ни делал какую гимнастику, ты просто будешь гонять вот эту патогенную среду в своем организме. Это пустая затрата времени. Вот. Но все равно это будет чуть-чуть, но будет облегчение для родов, для того, чтобы не так было больно, не так коварно проходили бы роды. Вот. Поэтому вот у меня твердые убеждения, твердый подход к этому. И поэтому мы достигаем очень высоких результатов. И потихоньку, поэтапно, постепенно, в дальнейшем мы делаем так, чтобы вести этих людей, вести эту маму и папу, вести вот по нашему направлению оздоровление. И мы их ведем, мы не забываем о них. И вот это вот очень важно. Понятно. Александр Михайлович, ну а какие рекомендации будущим родителям? Что надо для того, чтобы родить здорового ребенка, вот конкретно, чтобы он не болел, чтобы утробное развитие было отличное и без патологии? Ну вот конкретно, конкретно скажу. Первое, как я уже сказал, это родителей исследовать. Мы исследовали родителей, подготовили их, очистили от патогенных сред. Мы снабдили их всеми витаминами, аминокислотами, незаменимыми аминокислотами. Выровняли микроэлементный состав, чтобы не было дисбаланса. Обязательно мы в чем, вот почему преимущество сегодня единственное в мире, и я твердо в этом убежден, на сегодняшний день, что сегодня до такой степени ярко выраженный виватон – это щелочная среда. 11,6-12,6 – это такая щелочная среда, потому что мы все находимся в состоянии ацидоза. Что такое ацидоз? Почему мы все находимся в состоянии ацидоза? Потому что ацидоз – это отрицательные эмоции все, это вся пища, генномодифицированные продукты, вода тоже кислая, и все остальное, то есть воздух и тот кислого рода. Поэтому мы находимся в состоянии вот этого перекислительного процесса. А наша задача – создать ОВП, вот ту золотую середину, чтобы мы были как будто при рождении, вот обычное нормальное рождение, теперь относительно нормальное. Нормального нет. Относительно нормальное, то есть должно, ОВП должно быть минус 100, минус там 200, вот так, да? И структурация воды – это ядро и вокруг 6 снежинок. И эти снежинки, вот этот фильтр, который сделали военная конверсия, мы как раз у них закупаем и здесь продаем вот для обычного человека. Причем стоит копейки. 2400 этот аппарат, который без электричества, без ничего, просто ставишь вверх сосуд, и самотеком она течет, и за счет трековой мембраны она очищает вот эту воду. Структуратор воды – снежинка, так и называется. Да, снежинка, да, снежинка. Почему снежинка называется? Потому что ядро и вокруг 6 снежинок. То есть родители должны пить эту структуру. Только не только родители. Вообще-то каждому человеку необходимо, но особенно будущим родителям надо подготовиться и очиститься, и чтобы у них было вот такое, по крайней мере, даже если это нет такого состояния, ну как бы сказать, минуса, но по крайней мере нет плюса большого. Вот это самое главное. Вот. И тогда вот… Потому что я вот помню Галина Васильевна Таратынова, вы ее помните прекрасно, вот Караваев 40 лет, она вдруг надумала родить. И Караваев говорит, родишь, не сомневайся. Она кандидат психологических наук, сотрудник бывшего высшей нервной деятельности института. И он говорит, я приму роды, давай будем следить за развитием ребенка, спрограммируем тебе сына. Вот вроде вот его слова. И действительно было такое интересное… Это он совершенно прав. В этом смысле почему объясняю. Почему? Потому что мы в Первом мединституте вместе с профессором Леваковым, завкафедрой Первого мединститута, повышение квалификации, которую собирается весь мир, потому что это Первый мед. И мы взяли женщин 42-62. Ну, естественно, климакс. Никакого мы не обнаружили каймактерического синдрома. Его нет, просто не существует. Это просто женщины предельно себя зашлаковывают. Я вам дам одну картинку, когда девушка идет, молодая, красивая, это в интернете нашел. И она такая молодая, стройная такая, прям-прям аппетит сплошной вызывает. И потом она дальше идет, дальше, 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 и уже такая вся согнутая с этими сумками. Вот до чего они доводят свое тело, свой организм. То есть они своего рода обманщики. Они выходят красивые за мужчину и сами красивые, а потом быстро стареют и сильно расстраиваются, что мужчина изменяет. Ну как, ну если уже ты так износила себя и все такое. Да неправильно. То есть я как раз делаю все, чтобы взять старушку и сделать из нее молодушку. Даже. Но лучше, чтобы она не стала старушкой, а чтобы как бы жила профилактически. И я всех к этому призываю, чтобы именно занимаясь профилактикой, чтобы вы однозначно и в сто лет были съедобны. Вот так как однажды мне женщина сказала, ты знаешь, ты еще съедобен. Я промолчал. Еще вот у Караваева была ученица, вы наверняка знаете, она из Литвы, по-моему, 70 лет. Ну вот я, кстати, не... Она родила ребенка, вроде бы. И... А Галина Васильевна наша, Таратынова, она родила в 41 год ребенка. И действительно, Караваев говорил, что он принимал роды. И в конце концов, она была как бы на диете, на Караваевской диете, и кальций каждый день употребляла. И сына до 26 лет, у него все зубы, вообще такой крепкий парень был, до 26 лет у него ни одной пломбы, ничего абсолютно. То есть зубы были идеальны, просто идеальны. Ну, именно разумный образ жизни, для того, чтобы создать такую уже жизненную позицию, которой ты живешь, наслаждаешься, и радуешься жизни, и даешь радость. То есть это реально, да? Вот климакс оттянутый, как бы оттянуть, или даже вернуть назад плодовидный? Да, во-первых, реально не только сохранить, но реально и возвернуть. То есть приходят люди очень пожилые, и очень раздосадованы своей фигурой, своей жизнью, своей уже не, как бы даже преждевременной старости, и они возвращаются в относительно. 15-20 лет, однозначно они уходят от этого. Александр Михайлович, а у вас были такие случаи, что женщины вот уже такого возраста пограничного, ну как бы 45, баба-ягодка опять, что называется, они как бы родили? Да много, море просто. Море людей, которые именно в 45-50 лет рожают совершенно спокойно, и рожают очень здоровые детей. Но те, которые действительно, вот они выполняют условия, мы ставим условия. Пища правильная, питание. Чтобы они категорически исключили хлебобулочные изделия на дрожжах, чтобы они там выпекали блинчики себе, чтобы это было, как в Библии сказано, вода, мука и елей. То есть, вот если вода, мука и елей, вот вам и будет результат. Потому что без золота трудно. Понимаете, если люди раз, и снимают вообще хлебобулочные изделия, это неправильно. Потому что если ты золото не дадашь, и оно будет хромать, оно будет как бы нарушать все обменные процессы. А если что, золото есть, да? Да я не знаю, я точно знаю. Я не просто догадываюсь, я просто знаю, что хлеб, это в основном поставщик золота. Или, например, серебро сильно страдает, а серебро сильный антисептик. Вот. И он сильно-сильно как бы освобождает от патогенных средств организма. А серебро тоже в хлебе есть, да? Нет. Я говорю сейчас о золоте. А золоте. А то, что касается серебра, это все примитивно. Когда люди приходят, я говорю, ну, если вот, например, у меня страдает, и серебро там на нижней границе, или совсем его практически не достает, то просто или выпив... Я говорю, или возьмите графин какой-то серебряный, как раньше это делали, или ложку серебряную поставили в воду, все. Выпивайте воду, у вас все быстро это все восстановится. То есть, я вам скажу, что все есть давно для того, чтобы, ну, как бы, скажем, создать такую благодатную среду для качественной работы клетки, органов и организмов целого. Если люди создают эту благодатную среду, поверьте мне, что до такой степени увеличивается собственный защитный функций через коррекцию иммунной системы, что человек становится просто богатырил. Вот я вам еще раз повторяю, что моему ребенку будет два года в сентябре. А вам 74. Ну, сейчас у меня такая у меня ситуация, что у меня по метрикам 74, а по паспорту 73. Вот. Ну, это сейчас год, это не принципиально, туда-сюда. Допустим, 73. И вот представьте себе, что 73 года. 73 или 74 год. Трудно сейчас. Мать ушла из жизни, и так я и не добился. А, то есть разночтение было? нет, я говорю, что метрики у меня 74, я 44, вот, а по паспорту я 45. Вот, поэтому вот это вот у меня все время, когда мама была, мы все время праздновали по метрикам, вот, все, война, она все стирает, потому что во время войны, когда родился я, это было такое, где-то на год туда-сюда, нельзя же было привезти, снабжения не было, телеги разбитые, даже и лошадей не было, все съели или постреляли во время войны, вот, поэтому была сложность, но это... А вот сыну два года, сейчас, как он, вот его сумочувствует, мы, я думаю, не сглазим. Два года, я еще повторяю, он не знает, что такое вообще болезнь. Вообще, да? Да, это несмотря на то, что мама была болезненно очень. Когда мы с ней начинали работать, я вам скажу, что было очень непросто, то есть, с нее столько выходило всего, но потом... То есть, вы ее оздоровили, омолодили, так скажем, да, и потом только уже сказал, родили ребенка, да, и тогда только родил ребенка. То есть, я очень долго с ней работал, для того, чтобы очистить ее тело и снабдить вот всеми необходимыми витаминами, аминокислотами и незаменимыми аминокислотами и просчитать весь микроэлементный состав. И когда мне это удалось сделать, тогда я запланированно сделал ребенка. Поэтому ребенок ни секунды не стоит на месте, столько у него энергии, столько всего. Ну, это осложнение. Это тут уже нужно двух-трех нянек, чтобы он никуда не выскочил. Ну, дети есть дети, да. Но зато он такой умный у меня. Ну, просто вот. Если, например, мы специально даже сделали, вот, например, наливается, это уже с года кулер стоит. И вот в кулере значит, горячая, холодная вода. Так мне пришлось сделать, он уже это все наливает, все разливает, все так, сделать так, чтобы он не смог горячую воду открыть. То есть, я специально блок там сделал, чтобы не ошпарился, да? Чтобы не ошпарился. То есть, везде вот такое, но один раз ему скажешь, топ, там, все, он уже не подойдет. А, понятно. Ну, вот это вот и говорит о том, что и развитие идет, он крепкий, сильный, он такой вот, видно, такой просто мужичок такой. А, уже в два года мужичок такой, да? Да, уже такой. Понятно. Вот, хотя два года еще в сентябре, так это еще. А, еще не надо жить. Ну, ясно. Ясно, да. В сентябре месяц. А, Александр Михайлович, ну, еще такой вопрос очень важный. А психологически, да, понятно, мы дали микро-макроэлементы, бездрожжевое питание, правильное питание, без грибков, микроорганизмов, плесени, а вот психика, как вот тут? Я вам скажу одну вещь, что вот у Виталия Васильевича была такая вещь, я с ним все время спорил. Все время спорил, аж там, аж там, псих-культура. Во-первых, уже само название псих. Псих, если ты закладываешь псих, то ты псих. Нет, но псих, это психология душа с греческого. Это все понятно. Я сейчас говорю о том, что псих, слово, нельзя употреблять, то, что с кем ты говоришь, на том языке ты должен с ним говорить. Я не имею только язык, там, английский, французский, а на том же языке, чтобы человек понимал тебя. И вот я тебе еще раз говорю, что это псих, во-первых, из-за этого я очень сильно спорили. Мы с ним очень сильно по этому поводу, когда жили, особенно у меня здесь, на четвертом этаже, в квартире, мы с ним просто были как кошка с собакой. Но из-за любви мы все равно были вместе. Потому что мы любили друг друга. Так вот я говорю о том, что, значит, вот то, что касается культуры психики. Я категорически вырубил это все из своей методики. Я совершенно не согласен полностью с тем, что я самый лучший, я самый красивый. Нет, но у него же мы, мы как раз. Мы сильные, мы мудрые, мы вечные. Мы это группировка, это одно и то же. Нет, но мы, он как человечество, коллективный разум. Как же так? Это до такой степени сейчас, вот слушай, я тебе повторяю, сейчас особенно, именно люди живут так, что они мы, вот мы, да, а вы там все. Мы и вы, это вот надо понимать. Это узкокелейно, узкокорпоративное мышление. Народ еще не готов к этому. А не коллективистическое мышление. Вот в этом все дело, что мы не коллективистичны. Вот, например, на Востоке люди, они один за всех, все за одного. У нас же, все разрыв, все, я вот я, вот я вот все, я пуп земли и так далее. И так сейчас и воспитаны. Если вот, например, даже близкие люди мне говорят, а если это не наш клиент, пусть идет гуляет. Понимаете? То есть вот психология молодежи сегодня страшная вот. И я с ним спорил, потому что люди не готовы вот к этому братскому, коллективистическому отношению друг к другу. Нужно воспитывать это. Нужно воспитывать и всегда говорить, что именно так, что мы вот так, мы вот это, мы все, коллектив наш, мы стремимся к тому, чтобы следующим передать. И мы все хотим сеять благое дело и позитив сеять по всей планете. Вот в этом все. И когда вот я, 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 рождаются страшные эгоисты. И я знаю, как было, когда была группа у Виталия Васильевича, почему эти ссоры были. Потому что вот мы кровальцы, мы там все, и все мы, мы. Вот это было смешно слушать, видеть. Потому что у нас, когда мы начали, начал Виталий Васильевич преподавать в МГУ, специально клуб ученых, в клубе ученых организовали кафедру. Ну, капец Андрей Петрович был тогда и академик Баландин. И вот академик Баландин как бы взял на себя такую функцию, он был великим физиком, вот он запустил первый искусственный спутник Земли. И вот он и говорил, и мне говорит, тоже поступай. поступай. Я говорю, ну как, у меня педагогические образования, но только вокально-педагогические. Это не тот педагогический институт, который учит. Учить вокалу. Нет, все равно, раз педагогические, все. Раз, вот есть формулировка, педагоги, педагоги могут быть, там, физиологи, биохимики и так далее. И что в МГУ там? И вот мы открыли школу при факультете географии царца небесная капица Андрея Петровича, который был завкафедрой. И 500 вот человек постоянно как бы обучали людей. Но это после того, когда мы уже окончили вот это вот, это направление физиологов и биохимиков. То есть и Виталий Васильевич, когда уже совсем ослабел, совсем слабый стал перед смертью, то он вот попросил значит нашего этого академика, физика, а тот начал благоваривать меня. Но финал-то какой? Вот смысл в чем? Всем было дано право что угодно делать. И книжки мог каждый писать, каждый ученик, который учился у Виталия Васильевича. И тот же Новиков, и тот же все остальные. И так говорят, пожалуйста, каждому свободны. И кто? А финал остался один. В финале остался я один. И тяну эту лямку. И мы собрались одно время, вот тот же как бы Даниленко, вот, и мы собрались вместе, чтобы открыть кооператив. Открыли кооператив, а я опять остался один. Ни один не внес ни одной копейки. Мне пришлось продать квартиру, вот, потому что уже это все организовалось. Я же не могу это все бросить. Мне пришлось продать квартиру, какие-то деньги набрать, в общем, потому что за все надо было платить. И мы открыли вот этот, значит, кооператив. Вот. всем, каждому, каждый имел право это делать. И когда мне один написал, вот, вы там мне так написали, как Виталий Васильевич, я говорю, когда ты будешь писать, я отвечаю за себя. Виталия Васильевича нет. Я буду нести ответ за все то, что я несу. Александр Михайлович, ну, все-таки, все-таки, да, вот, если вернуться к теме, какова роль психики в формировании будущего ребенка. только такая, что мы коллективисты, что мы должны думать вот так, как Господь сказал. Если вы помогли Иванову, Сидорову, Иванову, вот он, говорит, сидел в тюрьме, а вы ему помогли. То есть, я сидел в тюрьме, а вы мне помогли. А Господь говорит, а мы говорим, Господи, да ты никогда такого не было с тобой. Ну, вы помогли Сидорову, это значит, что вы помогли мне. Что не должно быть вообще такого, чтобы, если человек лежит на дороге или еще где-то, или еще что-то, и вот у меня там нет такой разницы. То есть, если я дал вот обед, да Господу, что я буду принимать российских людей, ну, то есть, раньше Советского Союза, да, я принимаю безвозмездно, то есть, даром. Безумно тяжело. Я взял на себя такую абузу, все. Но если я дал обед, я должен его сдерживать. Независимо, пришел полный колхозник или там, миллионер пришел, или триллионер пришел, я не имею права ни одной копейки с него взять. Вот в этом все дело. И в этом есть служение. Понимаешь? Вот в этом есть служение. И когда люди это видят, тогда тебя любят и уважают. Вот по телевидению у меня прямой эфир, постоянный, Шоп 24 и Бум ТВ. И народ звонит без конца. Без конца. И все высказывают свое чистосердечное отношение. Что вот придешь там к врачу, он там ничего не сделал, все, столько-то денег сразу там забрал и все такое. Вот. И мне еще хуже стало. А все. А почему? Потому что ты взял деньги. Это дело святое, и нельзя этого делать. Другое дело, что нет, если у тебя есть возможность, врачи так должны, они же чем-то должны жить, кормить свои семьи. Это естественный процесс. А если у меня есть еще дополнительный бизнес, и я могу жить, чтобы мне ведь что нужно? Поесть, попить, и чтобы в семье было все хорошо. Все, больше. Ничего человеку не нужно больше. Человек не понимает одной вещи, что это и есть Тикика. Вот сегодня все духовные культуры, все ругают, кому не лень, правительство, все что угодно. Вот они такие-сякие. Особенно диссиденты. Особенно диссиденты. Вот есть такой, Макаревич, он первые джинсы мне сшил. Он просто был там, вот сшил джинсы. Его советская власть сделала великим, ну то есть известным, популярным человеком. Нет, подождите, музыкант сшил джинсы, вот этот Макаревич. Да, да. Андрей Макаревич. Да, Андрей Макаревич. Вот на мне джинсы были, даже где-то до сих пор валяются, они были первые сшиты им. Так вот. И тогда это был дефицит страшный. То есть это все. Ну это понятно, да. Ну я к чему говорю? И они все как раз вот возмущаются. Возмущаются и все. Не понимая того, что там ворует, не ворует. Вот я не завидую этим жуликам. Не завидую. Я не завидую этим жуликам. Я не завидую этим бандитам. Я не завидую всем, потому что они набирают такую на себя карму страшную, что они за все, за все человек отвечают. Александр Михайлович, а вот если плавно перейти к детям, вот может быть на формирование ребенка как раз настройка влияет родителей, вот как они находятся, в каком отношении, может быть, с Богом или как-то вот, как они, в общем, восполняют вот это вот. Моя задача, послушайте, я всегда хочу выполнить только свою задачу. Потому что моя задача сделать глобально вот все. А то, что касается вот таких тонкостей, там, педагогического воспитания, я этим не занимаюсь, потому что есть более профессиональные люди, и они это делают более профессионально, чем я. Вот. А я всем советую это и есть Слово Божье. Если ты будешь жить по Слову Божьему, например, Господь сказал, никто не унаследует Царствие Отца Моего, тот, кто не знает Слово Мое. Так написано. Кто не знает Слово Мое, тот не унаследует Царствие Отца Моего. Поэтому, понимаете, когда я встречаюсь с очень многими священниками, церковнослужителями, начинаю с ними говорить, они не знают Слово Божье, как бы они там ни служили, они знают хорошо катехизис, например, или относительно хорошо. А религий много. Православные, пятидесятники, там, адвентисты, харизматы, там, мусульмане, там, церквей, что-то невероятное количество. И они все живут по своим догматам. А вот надо понимать одну вещь, что Бог один. Если я, например, живу, я делаю только то, что если я верю, например, Христу, я живу обязательно по-христиански. То есть, вот то, что Христос оставил мне Слово Божье, вот я живу по этому Слову. Но я не могу так сказать, например, как многие говорят, я вот Новый Завет, да, я исполняю. А вот, например, Старый Завет, это не для меня. Если так человек говорит, значит, он сразу отвергает Отца Небесного. А Господь сказал, вы не попадете, если вы такие, вы не попадете к Отцу Моему Небесному. И Христос сказал, что между вами и мы, то есть, вот, чтобы было понятно, что вот вы можете обратиться только через меня, потому что я один безгрешный. Все остальные, там, святые, не святые, я приду во Второе пришествие и скажу, кто свят, кто не свят. А у нас всех, вот этот святой стал, вот этот святой, этот святой. То есть, церковь назначает, а этого не должно вообще быть. Вот. И самое главное, что, еще раз повторяю, что между Отцом Небесным и нами только Иисус Христос, Он один только пастор. Нет других пасторов. Нет отцов никаких. Есть только Отец один. А Иисус Христос, если ты христианин. А если ты, как бы, служишь к чему-то другому, ты называешься, например, ты мусульманин, например. Значит, ты мусульманин. Ты, это твое право и твоя вера. Потому что Господь сказал, по вере Его, да будет вам. Но если вы сказали Христос, значит, вы должны понимать, что то, что, и выполнять то, что Иисус сказал. Иисус. Иисус именно. А вот родители, они все-таки, как вы считаете, должны быть верующие люди, чтобы как бы детей было... это совсем необязательно. У меня море людей, которые чистые, такие атеисты. Это не значит, что я ему не помогу. Но когда, почти 90% бывает, когда человек получил результат, он становится верующим человеком. Понимаете? Это не важно. Вот у меня были мусульмане, и они, то есть, не были мусульманами, просто вот, кавказцы. И они стали мусульманами. А другие были просто атеисты, крутые такие, коммунисты, коммуняки прям. И такие, даже злобные. И они стали глубоко верить во Христа. И изучать Слово Божье. И в этом все дело. Что когда человек понимает, что, например, я христианин, и я несу это, и я им говорю об этом, и я стараюсь все как бы вытащить там занозы с их сердца, потому что они не выздоровеют без этого. И они уже понимают, что их, когда они говорят, вот вы вылечили, не говорите так. Никогда не говорите так. Я даже не записываю никого. Тот, кто записывает вот этому, стало лучше, он не стал кашлять, не стал пукать и так далее, и так далее. Эти люди, они работают уже не на пол. Понимаете? Я сколько, миллион уже людей выздоровеют. Я просто бросаю, я даже не запоминаю их имена. Они приходят, рассказывают, а, да, помните. Я иногда говорю, да, помню, не хочется обидеть. А я уже и не помню. А он тяжелый, онкологически больный, бывший. Вот. Поэтому, вот именно сделали и забыли. И забыли, вы не ждите от него никаких подарков, не ждите никаких от него даров. даров. Вот. И самое главное, что Господь сказал, дал тебе талант, ты, если не сделаешь два, я у тебя соберу. Вот. И понимать нужно то, что сейчас именно, я бы с удовольствием, вот если бы кто-нибудь смог бы сделать так, чтобы, ну, вот, например, тот, кто занимается молодежью, да, непосредственно, я бы готов его консультантом быть, но чтобы он действительно воспитывал людей вот в этом направлении. Они говорят, ну, вот, станьте вы у руля. Нет. Если я стану у руля, мои пациенты будут погибать. Просто погибать. Я не могу это сделать. Мне предлагали стать министром сельского хозяйства. Я бы точно сделал бы, потому что, что едим, мы с тобой и состоим. С другого состоять мы не можем. Но я не могу этот дар принять. Спасибо вам большое, друзья мои. Но я не могу принять, потому что я не могу оставить вот мою пасху. Вот, моих овец, которых я курирую. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо.